Ну а следующая наша история тоже о королях, правда, преступного мира. Ореховские. Те, кто пережил 90-е в России, конечно, помнят, кто это такие. Тогда заголовки газет пестрили сообщениями об одной из самых жестоких ОПГ Москвы. 20 с лишним лет прошло, а уголовные дела в отношении членов этой банды до сих пор рассматривают в российских судах. О лихих из 90-х наш обозреватель Роман Никифоров. Этот человек признан московским областным судом, виновным в 16 убийствах и еще 5 покушениях на убийства. Сергей Фролов, он же Болтон, получает пожизненный срок. Сергей Фролов являлся активным членом Ореховского ОПГ и входил в закрытую группу штатных киллеров. Подельникам Болтона дают от 13 до 19 лет колонии. Что за это будет внести ответственность? Есть банкуроры, фикции, следователи, фикции, судьи, это орудия, следователи. Уголовному делу четверть века. Тот же Фролов был в розыске аж с 98-го года. А история Ореховской группировки уходит корнями в советское прошлое. По данным газеты «Коммерсант», основатель ОПГ Сергей Тимофеев. Родился в 55-м в Новгородской области. В юности увлекался спортом. Еще будучи школьником, работал трактористом. Отслужил срочную службу, а затем в середине 70-х приехал в Москву. Устроился слесарем. В 80-х занялся еще и частным извозом. Плюс местную молодежь карате обучал. Вот именно юг Москвы, он был густонаселенный, очень густонаселенный. Районы рабочие были. Ребята росли, знаете, не мажоры, а росли такие. Ребята с улиц вышли, понимаете, уличные пацаны. Он их собрал, организовал и поставил нужные рельсы. То есть он понял, что на этой браваде, пацанской, можно зарабатывать хорошие деньги. Бывший сотрудник РООП Михаил Игнатов вспоминает, в 88-м выходит Горбачевский закон о кооперации. А вместе с кооператорами появляются и рэкетиры. Кроме того, большие доходы приносит игра в наперстки. Ореховские и сами играют. И других крышуют. Итак, еще раз смотрим. Здесь два пусто. Здесь что? Шарик. Тимофеев получает прозвище Сильвестр за любовь к фильмам с Сильвестром Сталлоне. А позже, как утверждает комсомольская правда, и сам становится прототипом главного героя российского сериала «Бригада». Приготовили стволы. В 89-м Сильвестр получает три года тюрьмы за вымогательство и выходит на свободу уже в совсем другой стране. В Новой России группировки растут как на дрожжах. У каждого района Москвы или города в области своя. Делят между собой сферы влияния, но с Ореховскими предпочитают не связываться, уверяет Михаил Игнатов. Они долго не церемонились и долго не уговаривали своих оппонентов. То есть, если, допустим, они приехали на стрелку и не договорились там по-хорошему, в свою пользу, значит, второе уже стрелки не будет, значит, уже будут отстрелы. Есть такой закон. Закон. Если вы сказали, это Ореховских, ребят, Ореховских, «Бригад». В крайнем случае, что они могут сделать? Они могут вызвать нас, с нами разговариваться, но не с вами. Вы же все, ребят, прикручены. И предпринимателям есть чего бояться. Вам нужен наш мандат? Дезусловно. Дезусловно. Наш мандат – пушку к башке. Ты покажешь все. Плоть до того, сколько изнутри. Понимаешь? А то у нас другие мандаты нет. У нас по дереву, у нас есть девочки. Вообще не понимаешь, ты что не понимаешь, что ты разговариваешь? Я не понимаю. На руку ты когда-то ведешься. Через пару лет под Ореховскими уже не просто мелкие фирмы, палатки или пункты обмена валюты. Крупные магазины, казино, банки по всей Москве. Или вот один из первых в стране ночных клубов – Орликино на Красной Пресне. Престижная площадка для любой российской поп- или рок-звезды. Сами Ореховские утверждали, что могли одномоментно собрать до двух сотен бойцов. Но при этом ни одного вора в законе у них нет. Сильвестр был очень гибкий. Он с ними не ругался, он с ними не бодался, он с ними не вступал в конфронтацию. Но другим показывал, что я. Ему предлагали несколько раз одеть корону, то есть короноваться. Он на трес отказывался всегда. Он говорит, я далек от воровского движения, это не мое. Я тут в общак я буду помогать, я буду зоны греть и все прочее. Но там шапку не одену. Лукомысль прокинул. Короновать тебя. Ё! Но они просто меня счастливили. Пойми, жулики народ хитрый. Они сегодня коронуют, а завтра на ножи поставят. Зато есть бывшие сотрудники различных спецподразделений. Вот, например, Алексей Шерстобитов. Бывший офицер внутренних войск. Награжден орденом за личное мужество. Если судить по домашним видео, обычный парень. Семья, дети, посиделки с друзьями. Белый, белый. Да ладно, белый. Самый настоящий белый. Однако есть у него и другое имя – Леша Солдат. В 2008-м Мосгорсуд отправил его за решетку. За 12 убийств и покушений лишился званий и наград. Весной 1994-го именно он из этой винтовки убил авторитетного бизнесмена Атари Квантришвили. Что с Сильвестром общался, а потом, возможно, бизнес не поделил. Хотя блогер Сергей Евстифеев озвучивает другую версию. Тимофеев в данной операции был посредник, а не заказчик. Заказ на Квантришвили шел сверху от представителей власти того времени, которые были недовольны, скажем так, попытками Атария Витальевича пройти в политику. Летом того же года продолжает блогер. Ореховский вступает в конфликт с Борисом Березовским. Олигарх хочет отобрать у группировки легендарный магазин «Орбита» на Смоленской площади, известный еще с советских времен. В итоге его машину взрывают. Березовский чудом остается жив. Многие говорят, что мины. Мне он говорил, что был выстрел с ПТУРСа противотанкового реактивного снаряда. Били наискосок. И когда ударили вот так страшно, обезобразие из урода или убили водителя, а рядом загорелся охранник, и осколки отлетели. Тоже был изранник. А Борис обгорел. А через пару месяцев убивают самого Сильвестра. Тоже взрывают машину. Логично предположить, что это ответ Березовского или месть за Квантришвили. Но снова есть другая версия. Все в один голос заявляют, что исполнители и заказчики – это именно те люди, которые находились в тот момент взрыва. Рядом с Тимофеевым, рядом с ним на тот момент находились Сергей Буторин Ося и лидер Курганской группировки. Ося решил занять место Сильвестра. Но не все с этим были согласны. Поэтому те, кто был не согласен, Ося их отправлял в мир иной. Битва за власть идет кровавая и ожесточенная. Люди-то подготовленные. Вот показательный пример. Александр Солоник, которого СМИ называют киллером Курганской бригады, тот самый, что по данным следствия милиционеров на рынке расстрелял и вора в законе Глобуса убил, совершает дерзкий побег из матросской тишины. Скрывается в Греции, но даже ему не удается выжить. Из материалов Мосгорсуда следует. Солоника и его подругу Светлану Котову убивают активные участники Ореховской группировки во главе с Александром Пустоваловым. Он служил в спецназе, он служил в боевых пловцах, подразделении боевых пловцов. Очень серьезное подразделение спецназа морской пехоты. Лидеры Ореховских погибают один за другим. Ося даже инсценирует свою смерть, а сам уезжает в Испанию. Здесь его вычисляет и задерживает испанская полиция, но в Россию Буторина экстрадируют только 10 лет спустя. К этому моменту Ореховской ОПГ как монолитной структуры по сути нет, рассказывает оперативник Михаил Игнатов. Но даже в таком разобранном состоянии она остается крайне опасной. Вот директор рынка Одинцовское подворье Сергей Журба пытается вернуть себе переписанное на Ореховских имущество. Итог – два покушения. Одно покушение закончилось тем, что Журба был ранен, попал в больницу, погиб его водитель. Второе покушение на убийство было предупреждено правоохранительным. Интересы Журбы защищает Татьяна Акимцева, звездный адвокат, которая раньше работала с Кристиной Арбакаетой, Филиппом Киркоровым, Евгением Плющенко и Яной Рудковской. В деле ей помогал Александр Карабанов. По словам Карабанова, Татьяна попросила госзащиту, но преступники ее опередили. Расстреляли вместе с водителем в 2014 году. Действовали участники Ореховской преступной группировки дерзко, цинично, в дневное время суток, не оставляя при этом ни малейших следов. И покушение на Журбу, и убийство Акимцевой – дело рук тех самых членов группы Фролова-Болдена, что получили сроки на этой неделе. И это по меркам Ореховских не громкие преступления, а по сути рядовые эпизоды. Если брать всех жертв, именно всех собрать, который стал жертвой войны с Ореховской группировкой, я думаю, что больше сотни получится. Роман Никифоров, Мария Солопова, Михаил Карелин, Сергей Евсеев, Николай Савчин и Константин Джуховицкий. Программа «Вместе».